Особенно важны правильные названия в ботанике и зоологии. Здесь название играет роль математической формулы, в которой для посвященного зашифрованы все существенные признаки растения или животного. Правильное использование видовых названий служит главным условием порядка и обеспечивает необходимую экономию ума. Джон Стюарт Миль, английский философ. По своему внешнему виду терпуги больше всего напоминают о конеобразных. Например, спинной плавник у них состоит из двух частей – колючей и мягкой. Брюшные плавники, как и у окунеобразных, сдвинуты вперед и располагаются подгрудными. Однако в строении черепа у терпугов имеется одна особенность, которой нет у окунеобразных. Это костная перемычка, проходящая под глазом, так называемая подглазничная опора. Как мы уже говорили в одной из передач, подглазничная опора является отличительным признаком отряда скорпенообразных. Таким образом, терпуги относятся к скорпенообразным рыбам, а сходством с окунеобразными они обязаны своей эволюционной историей. Скорпенообразные и окунеобразные являются близкими родственниками и, по-видимому, произошли от общего предка. Подглазничная опора – это отросток подглазничной кости, который направлен назад и контактирует с наружной стороной костей жаберной крышки. И функциональное значение этого отростка, по-видимому, связано с работой органа обоняния. У большинства рыб носовая полость, так называемый обонятельный мешок, имеет два отверстия. При движении рыбы вода входит через переднее отверстие, через заднее выходит наружу. При этом вода омывает стенки обонятельного мешка, которые высланы специальными, несущими длинные реснички, химочувствительными клетками. Эти клетки воспринимают каким-то, пока еще не вполне понятным способом, информацию о химическом составе воды. У терпугов обонятельный мешок имеет только переднее отверстие, а заднее сокращено у них до размеров небольшой поры. По этой причине свободный проток воды через носовую полость у них сильно затруднен. По-видимому, роль подглазничной опоры у этих рыб состоит в механической передаче дыхательных движений жаберной крышки на стенку обонятельного мешка. При этом его, то есть мешка, объем изменяется, и он работает как насос, активно прокачивая воду через носовую полость.